Гульфира Перминова одна из тех, кто оказался в числе обманутых дольщиков. 49-й дом по улице Петрова в Ижевске застройщик должен был сдать 5 лет назад. Но в 2014 году стройка остановилась. О своих проблемах Гульфира рассказывает Сергею Зайцеву, заместителю генерального прокурора России. В этом доме квартиры были не очень дорогие, и поэтому надо было проплатить почти всю сумму. Я думаю, процентов 70-80 проплатили все, взяв даже кредиты. И при этом они сейчас живут на съемных квартирах, платят кредиты. Сдвинуть с мертвой точки строительство дома все же удалось. Республика нашла нового застройщика, работы возобновились. Сдать дом должны в мае 2021 года, рассказывает глава республики. Но дольщики опасаются, вдруг сроки снова изменятся. Гульфира просит заместителя генерального прокурора взять ситуацию под личный контроль. В мае 2021 года мы тоже записали. Конечно, будем стараться, чтобы не то, что там не выберись из этого графика, но хотя бы с пониманием всех проблем, которые там есть. Ваше обращение берем на контроль. Строительство дома на Петрово и на личном контроле Александра Бричалова. Глава республики уверен, застройщик сдаст многоэтажку срок. Сейчас у нас нет никаких причин. Проблем особых нет? Нет, ни технико-юридических, ни каких-то 100 факторов в качестве геодезии. Поэтому май месяц – реальный срок. Не буду говорить, у нас есть другое видение чуть-чуть, но, знаете, лучше пусть будет май месяц. Рассказать напрямую о своих проблемах заместителю прокурора России и главе Удмуртии мог любой житель республики. Из районных и городских отделов прокуратуры велась видеосвязь, ижевчанка Наталья Якимова попросила Сергея Зайцева усилить контроль за отопительным сезоном. Детский садик, который посещает ее ребенок, до сих пор без тепла. Вопрос ижевчанки на карандаш взял и глава республики. Более тщательно надо готовиться к отопительному сезону с точки зрения соцобъектов. Детские сады и школы – вот здесь вне зависимости от времени, года и так далее. Ваша правда в том, что по отношению к вашему детскому саду, конечно, ненормально подготовились, допустили прорыв труб и отсрочку включения отопления. Учтем, могу только за наши коммунальные службы извиниться. К заместителю генпрокурора сегодня обратилось более 60 жителей республики. Каждое обращение взято на контроль. А завтра Сергей Зайцев встретится с предпринимателями. Светлана Буланова, Александр Широбоков. Новости.